Продолжение следует... Так вот, первый период, как мы уже говорили, раздробленность, отдельные города, отдельные государства небольшие, которые со временем они объединялись в результате завоевания, в результате агрессии, опять же, извне и внутренней агрессии, противостояния, ну, кто-то насколько должен быть, супер, просто радость от этого. И поэтому в этот период, понятное дело, не было регулярной армии, не было особых достижений, не было, конечно же, ярких таких развитых, опять же, прогрессов в разных областях. Не было единой системы ирригации, которая позволила Египту впоследствии стать великой строительной державой. И именно оттуда мы получили вот эти все памятки, великолепные памятки строительства, которые можем наблюдать сегодня и которые еще постоят наверняка не одну сотню, может, даже тысячу лет. Благодаря чему происходило объединение вообще? Ну, благодаря, как я говорил уже, агрессии внутренней и внешней. Сами понимаете, что Египет окружали многие города, вернее, многие государства. Это, опять же, та же самая. Нубия или нубийцы. Ливия. Ливийцы, которые тоже существенную роль сыграли в истории Египта. Затем Палестина вся со всеми ее семитскими, псевдосемитскими государствами. Это Иудея, само собой. Это затем даже Сирию мы ведем. Потом в разное время влиял на политику Египта, на положение египтян. Это Рим, это Греция, это Македония. Это та же самая Парфия. И, в общем-то, нумидия, которая тоже была под боком. Поэтому в русле перекрестия отношений всех этих государств как раз и формировалась, ковалась египетская слава. Откуда она взялась, эта египетская слава? Как вы понимаете, у Египта был бонус. Они начали раньше всех. Четыре тысячи лет до нашей эры они уже строят большие государства, которые отличаются особой развитостью. Опять же, это письменность. Опять же, это культура великолепная. Это иероглифы. Так как египетский язык является мертвым на данный момент, то, понятное дело, что в 18 веке возникла проблема его дешифровки. Все-таки удалось это сделать, и сейчас мы имеем доступ к их надписям. Это стоило громадных усилий со стороны многих человек. Тем не менее, это удалось. Это получилось у историков, археологов, лингвистов. Спасибо им за это. И сейчас мы можем узнать очень много о прошлом. Благодаря тому, что Египта была культура, мы узнали о многих других народностях, о многих других, опять же, народов, которые существовали, но исчезли, вроде бы, беспамятно. Те же самые греки очень много в истории подчеркнули у Египта, культуре в том числе тоже. То есть, Египет служил такой большой памяткой о древних народах. Есть, готово, мы самарабриву взяли. Его миссия, по сути, историческая, она является одной из самых важнейших. Да, даже если мы не будем говорить о том скоплении свитков, которые были в Александрийской библиотеке, которые пропали, неизвестно куда делись, или, возможно, просто были уничтожены на протяжении нескольких конфликтов, которые искренне огорчают, но об этом чуть позже. Так, армию мы соединим. Здесь у нас с британцами есть определенное трение, которое необходимо разрешить. Ох, какой у нас забор, конечно же. Если они попытаются нас атаковать, то мы будем долго противостоять им. Однозначно. Так, моя задача сейчас, это, честно говоря, выстроить правильную экономическую политику, потому что у нас, ввиду многочисленных наших компаний в разных частях мира, в разных частях Средиземноморья, возникает немножечко критический экономический баланс. Поэтому необходимо искать либо новую прибыль, либо уравновешенно нанимать войска. Потому что постройки в любом случае нам нужны, мы должны развиваться, иначе в свое время нас брутят цепи, застанут врасплох. Поэтому необходимо улучшать и улучшать города, так как наим в одном из городов-плетарианцев это крайне недостаточно. Необходимо намного больше, чем это. Должны быть вообще в каждой области, в такой большой Испании, допустим, Африке, в том же самом Скифском царстве, то есть во всех районах должны быть города, которые являются оплотом военной мощи, в которых можно нанимать элитные отряды, и которые смогут в результате выдавать на гора очень много войска. Остальные же города, они должны служить экономическим таким стимулом прогресса. То есть в основном заботиться об экономических нуждах нашей образующейся империи Нова. Которая, надеюсь, все-таки охватит все провинции. То есть первый этап, это междоусобные войны, это отбивание нападений со стороны, то есть противостояние внешним угрозам. И в результате этих всех стимулов, которые говорили о том, что необходимо объединяться, чтобы противостоять, опять же, внешним угрозам, образовалось единое государство. Понятное дело, что это произошло не за один раз, это происходило постепенно, постепенно были объединения. Опять же, Египет, он рано или поздно свой состав включал в разные территории, начиная от Нуби и заканчивая Синаем, потом различными островами, которые находились возле. И все это привело к тому, что мы переходим в династический период. Династический период, это период правления династии фараонов, который отличался особым развитием. Опять же, это идут уже 2000-е года до нашей эры, то есть 2000-е, начало, вернее, 3-е тысячелетие, начало 2-го тысячелетия до нашей эры. И даже мы немножечко захватываем первое тысячелетие. Не немножечко, вернее, а вплоть до завоевания 332-го года до нашей эры Египта Александром Македонским. То есть, получается, это даже у нас, я извиняюсь, с 1700-е годы до нашей эры, до 332-го года до нашей эры. То есть, такой период около 2000 лет выходит династический. В этот период тоже происходило много интересного, много разнообразных вещей. Разные фараоны правили по-разному всегда в Египте. Это все упиралось в религиозные культы, опять же, в обожествление фараона. И сейчас вот мы на себе испытаем всю мощь египетской армии, которая может нам принести много неприятностей. Эх, и наши шансы здесь, конечно же, невелики. Поэтому даже не знаю, честно говоря, как мы будем здесь разбираться с ними. Еще и слоны, как вы видите, слоны. Давайте собак используем против слонов. Возможно, они их частично напугают. Правда, у нас всего лишь два мелких отряда. Отряда, тем не менее, у них есть серебряные лычки. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Правда, у противника очень разнообразные войска. И это плохо, это плохо, потому что, может... Нет, мы колесницы их не... Обратили в бегство. Это гуд, это очень гуд. Еще бы генерала их не убить. К сожалению, у них плохой такой... А может и хороший, в принципе, неплохой. Да, развалили они наших наемнических слонов. Развалили наших собачатников. Жаль, жаль, жаль. Есть, мы вовремя ударили по коннице. Теперь слоны. Слоны будут, конечно, более сложной проблемой. Есть генерал, побежал их не. Наша задача это слонов обратить не только в бегство, а просто сделать их бешеным, чтобы немного потоптали свои войска. Давайте посмотрим, как это у нас удастся. По идее, то, что они наемнические, увеличивают наши шансы. Посмотрим. Ай-яй-яй-яй, как они давят нас. У нас конница просто самая слабая, самая легкая. Да, еще и вторая волна противника идет. Вот, и если она вовремя подоспеет, просто-напросто наши войска обратятся в бегство. Так как наши гастаты, вернее принципы, да, и легионеры, они уже все свои пиломы отдали. Все, слоны побежали. Есть мы эту силу. Наваляли. Это хорошо, правда, нашу конницу так страшно погромсало. Честно говоря, мне больно смотреть на то, сколько ее осталось. Тем не менее, возможно, она и этого стоила. Слоны мертвы, лежат. А тем временем к нашим шеренгам приближаются копейщики. И это основная угроза. Это основная угроза. Конница сейчас может побежать и дрогнуть, если она завяжется с копейщиками. Поэтому надо что-то думать, что-то думать по-другому. Есть. Опять же, командир, я так понимаю, это второй раз он прибежал здесь. Мы его погнали. И, ай, один убежал. Ну, мы не можем отвлекаться, если за ним гнаться. Здесь у нас основной фронт, поэтому много проблем возникает на основном фронте. Ух, у них какие-то еще там колесницы, остатки. Что-то еще много у них, каких-то остатков отряда. Нубийские копейщики. Кстати, нубийские войска всегда входили в состав египетских армий. Всегда нанимались, опять же. Те же самые сирийцы, нубийцы, левийцы. Они всегда входили в состав, в наемный состав египетских войск. Это всегда вообще были нубийцы и левийцы. Это были такие нации, которые по отношению к египетянам были определенными обслуживающими элементами. То есть, среди них было много наемников, которые служили египетянам. И часто, когда происходили столкновения и конфликты, они использовали их в качестве рабочей силы, как менее развитых. Пошла вторая волна. Нашему войску сейчас нет, так сказать, отстрельных элементов, чтобы ответить врагу. Колесницы тяжелые гонятся, египетские колесницы. Да, сейчас наш один отряд дрогнет наверняка. Нет, нет, вы знаете, мы выдерж... Ага, да что там? Там уже нечему выдерживать. Да, конница, несомненно, побежала. Начинается бегство наших манипул. Давайте сейчас есть. Да, мы усилили натиск как раз вовремя по фронту. Обратили врага. Но есть еще один отряд большой колесниц, которых необходимо разбить. Их 50 штук. Давай, генерал, отрабатывай свои жалования. Все-таки серебряные лычки, хотя 16 человек у тебя в отряде осталось, тем не менее. Да, по фронту мы их погнали. И это просто супер. Вот так, вот так работает защитная стратегия. Мы стоим, выдерживаем натиск врага, а затем в необходимый момент усиливаем этот натиск. Конечно же было бы неплохо заходить с тыла, это понятное дело. Но враг отступает, да, я вижу, насколько я вижу, враг отступает. Необходимо стремиться в погоню за ним. Да давить, уничтожить, убить. Там у них остались одни лучники. А у нас еще есть один даже большой. А, не-не-не-не-нет. Вы смотрите, они оказали нам серьезное сопротивление. Даже смогли частично покромсать нашу конницу. Ну-ну-ну-ну-ну-ну, давайте, давайте, поспешите. Необходимо их... Да давить. Я, конечно, помню, что лучники у египтян это самая сильная единица, но тем не менее. Я все-таки отважусь на нее напасть. О-о-о-о, видите, как слон раскидывает их ниже отряды. Это мне только на руку. Все, сбежали по своему большему количеству. Они, конечно, сбежали. Можно было бы побольше разбить врага. Но пока что имеем те результаты, которые имеем. И это, я бы сказал, неплохо. Это неплохая победа. Потому что... Ай-яй-яй, не сильная и хорошая. Мы, конечно, уничтожили почти в 2-3 раза, да, вроде бы. О, человек дня. Вот этого я и ждал. Замечательно. Теперь у нас есть опытный командир, который появился фактически из ниоткуда. И это справедливо. Все-таки мы обойдем повстанцев, потому что наша победа еще не предопределена в этой провинции. Поэтому пускай они послужат нам своеобразным буфером от нашего врага. Пока что столкновения с ними иметь нет смысла. Объединим отряды, потому что у нас другого случая апгрейдить их не представится. Принципы уже не играют никакой роли. Поэтому, поэтому будем так поступать пока что. Интересно, если сравнивать древние цивилизации, древние империи, то лучше всего и быстрее всего росли именно те, которые были многочисленными. Опять же, мы говорим о Китае в том числе. Опять же, мы говорим и об индейских племенах, которые находятся в Америке. Это те же ацтеки, майя. Но, к сожалению, они очень быстро и рушились, такие империи, именно из-за своей многочисленности, именно из-за своего широкого охвата. И египтяне, безусловно, были многочисленными. Многочисленное население, оно взялось откуда? Понятное дело, оттуда от Нила. Все вообще у египтян в истории, в религии, в социуме было завязано на Ниле. Благодаря его плодородной почве, благодаря его разливам, благодаря нескольким урожаем вод, безусловно, было очень много возможностей и ресурсов для того, чтобы росло население, для того, чтобы увеличивалась казна, для того, чтобы, опять же, эксплуатировать чужие силы. Но, интересно, что раньше, во время войн, в династический период, до династический период, египтяне фактически не брали пленных, как рабов. Они их просто-напросто убивали. Вот такая вот жестокость, тем не менее, это факт. Они их не использовали как рабов, они вообще называли их убитыми. То есть, как вы понимаете, несмотря на свою развитость относительную, вот такие вот жестокие обычаи были. Можно сравнить это с геноцидом, безусловно, но тогда были другие времена, тогда гуманизм вообще не слышали о таком понятии. Поэтому это считалось целиком нормальным. Просто все исходило из необходимости, из каких-то привычек, традиций. О религии египтян, об их мифологии мы очень подробно говорили в прохождении века мифологии. О многих элементах мы затронули. Мы говорили о том, что основную роль у них играл культ смерти, культ потусторонней жизни. То есть, они готовили тела к потусторонней жизни, поэтому их сохраняли, старались сохранить целыми. Потому что у египтян считалось, что душа живет только тогда, когда сохранено тело. Для послесмертия. Опять же, они почитали фараона как бога. И все у них было завязано с такой аллегории на Нил. То есть, противостояние Сета, противостояние других всех божеств египетских. Оно основывалось именно на вот этой вот аллегории с Нилом. Разливы засухи Нила. То есть, смерть, воскрешение. Очень много было с этим связано. Был тотемический период. То есть, когда племена и маленькие образования, протообразования египетских государств, они поклонялись животным. Очень тесно с этим, опять же, многое у них было связано. И в результате, в результате... Все это определяло вообще саму формацию египетского общества и египетского социума. В принципе, рабский уклад. Рабский уклад жизни изначально был у египтян всегда. Это все население, оно считалось рабами фараона. Ввиду того, что его почитали за бога. И на этом праве знать использовало, как более приближенные друзья фараона, знать использовало все остальное население в качестве своих непосредственно рабов. Хотя разница в отношении к внутренним рабам, то есть к самому населению, внешним рабам, которые затем уже стали браться из пленных, из порабощенных народов, была. То есть, внутренние рабы, они обладали определенными правами, остальные рабы нет. Остальные были просто имущество, которое продавалось из рук в руки. Хотя то, что в советской... Видели, колесо побежало, да? От колесницы, интересно так. Колесница распалась и колесо еще покатилось немножечко. Интересно, продумано просто. Подробно очень. Хотя ноги у солдат не продуманы. Но это, по-моему, детализация юнитов. Хотя, вроде, выставлена высокая, я вот не помню. В общем-то, мы так, вроде, неплохо встретили врага, уменьшили его силы. Но есть один недостаток. У нас нема, к сожалению, кавалерии. Если их кавалерия начнет обходить нас с тылов, вот видите, как сейчас. Мы, к сожалению, не можем ничем им помешать. И это плохо. Потому что снижает наши шансы на победу. Сейчас нам развернуться нет возможности никакой. Наши лучники бегут. А у них, в основном, преимущественно кавалерия осталась. Еще и копейщики. Копейщики отвлекают нашу пехоту. Один отряд лучников уже погнали. Сейчас второй погонят. И если они будут думно поступать, у нас просто нечем противостоять реально. Мы стоим. Так, ну, есть возможность у нас, конечно же, копейщикам зайти в тыл. Хотя конница, да, их конница сейчас может воспользоваться этим и ударить. Ударить, да, 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 по нашей пехоте. Все, и бежим, бежим. Конечно же, у нас нет никакого опыта. Мы бежим. Еще и генерал сзади ударит. Ай, да. Мне кажется, что... К сожалению, к сожалению, мы все как-то это неправильно рассчитали. И это будет эпическое поражение. Если бы у них была пехота, они бы не смогли просто-напросто додавить нас. А так как у них конница, все круто у них. А вот мы реально потерпаем. Да. Как ни жаль, но тем не менее, имеем то, что имеем, как говорится. Нас разгромили пух и прах, разгромили. Я понимаю, конечно, что у них могут быть серебряные лычки, там могут быть опытные юниты, но тем не менее, это позорно. Ох, что это такое? Вы посмотрите. Да, вот это лучник. Супер лучник. Супермен. Куда ты летишь, дружище? Ты бы лучше воспользовался своей сверхсилой, когда юниты наши громили. А ты, друг, решил отлежаться, да? Только отлежаться почему-то на воздухе. Ну, конечно, там тебя не достанут. Хотя у копейщиков пики такие высокие, они могут еще и достать тебя. Интересный, забавный глюк. Впервые его вижу, кстати. Да, позор, позор. В общем, сокрушительное поражение. О, я даже не хочу смотреть на цифры, на числа. Все это просто ужас.